БАН! БЛОКИРОВКА АККАУНТА НА ВЕЧНО! БАН! Салют, на связи Чиинсоу. Думаю, многие игроки, которые играют в Кроссыч плюс-минус продолжительное время, смогут для себя с легкостью выделить какие-то плохие аспекты игры. Кому-то не нравится то, кому-то это и так далее. Я тоже не исключение, и так скажем, в моей копилке есть то, чем я хочу с вами поделиться. Сегодня речь пойдет о существующих аспектах игры, которые как бы есть, но их как бы нет. Как живой, но сука не живой! И сразу подмечу, что здесь я не буду рассуждать на тему игрового баланса. Там апнуть эту пушку, занерфить другую, вывести ховеры из игры и все в этом духе. Нет, баланс штука такая, апэш одно, начинает проседать другое и так далее. Конечно, есть какие-то очевидные штуки, но об этом как-нибудь в другой раз. Сегодня же я буду говорить о тех вещах, которые были когда-то добавлены в игру, но со временем о них забыли, либо же по той или иной причине они стали неактуальным. Также какие-то моменты в той или иной степени как-то комментировали разработчики в своих ответах. Опираться на это я тоже буду, но опять же по возможности, ведь за последнее время вышло достаточно много ответов от разработчиков на разные вопросы. И за всем этим, естественно, не уследишь. В общем, присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра! И да, пока кто-то качает мемы, кто-то их просто смотрит. Например, на канале TenMems. Парень делает подборки различных приколдесов в классическом формате. Нарезки входят каждую пятницу. Какие-то вещи, например, можно даже использовать в качестве вставок в ролики. Сейчас на его канале около 80 подписчиков и ему не хватает зрителей. Так что переходите на канал TenMems по ссылке в описании или в закрепленном комментарии и поддерживайте автора в его начинаниях. Так, ну а мы начнем с ресурсов. И первое это купоны. Достаточно бесполезный ресурс, ведь сейчас он используется только лишь для производства контейнера Легенда. Раньше купоны еще использовались для производства контейнера Ликвий, а также в интернете я нашел вот это. Тут тоже нужны купоны, это что-то типа контейнера украшений, ну насколько я понял. И да, зацените гибрид Скорпа и Штыря. Ну ладно, это все в прошлом. На сегодняшний же день мы имеем целиком и полностью бесполезный ресурс, ведь используется он всего лишь для производства одного предмета. Слышал я какую-то информацию по этому поводу, якобы купоны собираются сделать более полезными, но пока мы имеем то, что имеем. Вообще, на Википедии нашел комментарий, сделанный в 2017 году. Еще тогда игроки писали о бесполезности этого ресурса. Купоны были связаны с контейнерами и путей их реализации сейчас, как всегда, много. Только говорится, только дай волю фантазии. Второй забытый вектор, ой, то есть, извиняюсь, аспект игры, это гравированные гильзы. Да, по сути, то же самое, что и с купонами, бесполезные гильзы. Добавить они в нашу игру вместе с введением режима приключения. Используются же гильзы для производства предметов на станке, который, к слову, не обновлялся уже более двух лет. А самый рофл заключается в том, что в гараже за то, что ты сигналишь или убиваешь друга, тебе могут дать гравированные гильзы. Или еще хуже, если там катается какая-то фракционная машинка того же синдиката, тебе могут выдать вообще 100 единиц этих гильз. Ну ладно, ради справедливости стоит отметить, что по сравнению с купонами, наличие гильз в нашей игре можно оправдать тем, что они нужны для производства шила и газы и черта. Единственное, куда их можно рационально применить. Но это не означает того, что станок можно по два года не изменять. Переходим к третьему пункту. Это система жалоб в нашей игре. Да, фактически они есть, но на практике это не работает. Конечно же, на 100% утверждать что-то я не могу, потому что я просто не знаю, но по общему впечатлению так оно и есть. Самый эффективный способ кому-то выдать бан, это репорт на форуме. Но представьте, насколько было бы проще, если пожаловаться можно было бы здесь и сейчас. Четвертый пункт. Награды за престиж. Это уже полностью обозначенная тема, у меня даже видос по этому поводу имеется. Тут я буду краток. Контейнер, который сейчас есть в игре за престиж, это бред, поскольку детали там содержатся только лишь синие и не для продажи. Может быть для новичков на первых уровнях это еще норм, но для других игроков это целиком и полностью бесполезно. Ведь даже в производстве данные предметы использовать нельзя. Переходим к пятому забытому аспекту. Автосборка и фракционные чертежи. Вообще, для кого это сделано? Если фракционные чертежи можно расценить как просто внешний вид, никакой игровой эффективности, то автосборка это по идее должно быть для игры, для тех же новичков, которые еще строить толком ничего не умеют. А в итоге получается то, что на рандом собранный крафт новичков будет еще лучше, чем нам соберет сама игра. Вообще странно, на форуме нашел тему 2018 года, где некие люди говорят, что практически все чертежи пользовательские. Насколько это истинно сейчас в 2021 я не знаю, но забавно то, что тут еще написано статом «Нужно крутануть несколько раз, чтобы поймать нормальный чертеж». А вообще, у меня не особо получилось все это дело покрутить, наверное просто не повезло не повезло. В общем, фракционные чертежи, возможно в этом пункте, притянуты за уши, а вот автосборку подкорректировать можно. Тем более, если используются уже готовые чертежи, выставка, коммун. И последний, заключительный сегодня пункт номер 6. Кастомка за рубли. Кабины за две сотки были введены в игру в октябре 2018, и получается уже идет третий год, как они пылятся на витрине. Да, спустя какое-то время разработчики добавляли в магазин НК на оружие за рубли, но это было временной акцией. И многие, наверное, скажут, смысл об этом говорить, ведь с недавнего времени в магаз добавляются штуки за монеты, че быковать-то собственно. И да, не спорю, это круто, но и здесь нужно обозначить некоторые моменты. Например, я косо смотрю на то, когда за монеты выставляют некоторые старые портреты со старых наборов. Ведь кто-то их покупал раньше под предлогом уникальности за рубли, а сейчас каждый может за пару сотен себе эти аватарки получить. Неприятно за тех людей, которые потратили даже не монеты, а деньги. Но ладно, это аватарки, и это чисто мое видение ситуации, зная игроков, которые были довольны всей этой движухой. Кроме портретов, на данную витрину с недавнего времени добавляются различные наборы с наклейками, красками и так далее. И это все круто, но круто до того момента, пока это не превращается в конвейер. Ведь допустим, когда в первый раз добавили декор за монеты, все предметы там были новые, многие были довольны данным предложением. Но спустя время стали проскакивать и старые вещи, то там аватарка с набора, то краска, которая уже есть на рынке. В общем, к чему я это все? Развитие магазина это то, что многие ждали, поскольку просто задолбались там видеть один деревянный набор и кабины. Не знаю, что там в планах у разработчиков, но я бы хотел, чтобы это все движение не превратилось в сплошной конвейер с подобными друг другу красками и наклейками. Также туда можно было бы засунуть и инка, но с другой стороны, насколько актуальны будут скины, когда каждый желающий может их купить за фиксированную сумму. Я вообще придерживаю систему контейнеров, где решает рандом. Ведь когда та же наклейка стоит 100 монет, ее покупают практически все и есть она у всех. А когда допустим, какая-то определенная вещь выбивается только из контейнеров, то ценность ее явно становится большим. Подводя итог данного ролика, хочу сказать следующее. Насколько бы ни казались наивными данные аспекты, как вы могли заметить, некоторые из них уже по 2-3 года никаким образом не изменяются. Конечно же, я ни для кого сегодня Америку не открыл, о всех этих проблемах в той или иной степени было известно, о каких-то даже у меня есть отдельные ролики. Но сегодня, так сказать, я это все дело подытожил. А если у вас есть мнение на этот счет, то делитесь им в комментарии. Возможно, я о каком-то аспекте игры не упомянул. С вами был на связи Chainsaw. Всем удачи и пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok